Далеко-далеко в Роздольнинском районе мы наконец нашли то, что очень давно искали, а именно кроликов. И познакомились с удивительным человеком, чье деревенское счастье складывается из очень простых вещей. Благополучие семьи, общение с животными и ежедневного труда на ферме. В поселке Воронки мы уже однажды бывали и, надо сказать, были удивлены, насколько он маленький. Всего с десяток домов, зато целых две фермы. В одной разводят овец, в другой – кроликов. Хотя и не только. Кроме ушастых, здесь еще есть разного рода птицы – от крохотных перепелок до гусей-холмогоров, которые вот-вот появятся на свет. И, конечно, еще собаки и кошки, исправно несущие свою охранную службу. Обо всех них с большой любовью и вниманием заботятся наш герой и его семья. Некогда они жили в Алуште, но однажды решили сменить приморские городские пейзажи на эту крохотную деревеньку и начать именно здесь строить свою новую жизнь. Тут было чистое поле. Дом-времянка, куча сараев. Все, что тут было. И все. Это пришлось чистить территорию, много чего освобождать от разного хлама. Уничтожать траву, загораживаться, осваивать какую-то землю. Когда работал в Алуште, занимался мебелью, ты изготавливаешь мебель и, грубо говоря, перепродаешь. Закупаешь на опте, перепродаешь. Просто захотелось производить. Производить свое от первого лица и до человека. Учитывая то, что я раньше когда-то в свои года до 18 лет занимался кролями, у меня они и дома были. Я раньше жил здесь, в Розовинском районе, в Серебрянке. Отца просил, чтобы клетки мне делал, двухъярусные, деревянные. Я их разводил, они у меня и... Сарай такой был, и в сарае бегали. Первые дни, когда мы только начинали заниматься, мы боролись, допустим, за каждого кроличонка. За жизнь каждого. То есть мы даже домой брали, козье молоко отпавили, почему мы и козь взяли. То есть козье молоко даже кролики пьют? Пьют в том плане, в том, что оно лучше коровье. Оно, по крайней мере, можно было поднять кроличонка. Вот так вот и начинали. Кого-то лечили, кого-то откармливали. Собственным путем все заболевания проходили. Все, можно сказать. Были многие случаи и трудные, и радостные. Кто-то пытается начинать разводить, но почему-то быстро опускает руки. Потому что, допустим, это надо себя перебороть. Допустим, у меня тоже такое было. Было такое, что уже год-полтора работаешь, у тебя ничего не получается. Уже такое было ощущение, что бросишься. Ну, переборол себя, пошел дальше. Сейчас держимся на плаву, можно сказать. Тут надо сначала, допустим, наладить хороший сбыт для того, чтобы в дальнейшем увеличиваться. Там строят еще второй, третий ангар для этого. Дуже хороший сбыт для этого. То есть реализация основного мяса или поголовья. Тогда можно о чем-то разговаривать. А учитывая то, что с материка завозится это мясо, это тут непонятно. В центре занятости много сидят людей, которые сидят на иждивении у них, на шее, можно так сказать. А почему их у нас нету? Не знаю. Боятся люди в село ехать? Работать боятся. Больше они боятся. Если мы работаем, допустим, вы знаете, был один опрос, как-то я слушал по радио, так интересно было. Сколько вы работаете в сутки? Вам же платят за 8 часов? Ну да. Вы знаете, самый максимальный ответ был 4 часа в сутки. Работает. Маленький, КПД вообще. Да. Поэтому я не знаю, почему не хотят. Может, хотят все и сразу. Ну, вы знаете, я уже 5 лет, тут у меня нет такого все и сразу. У меня бывало такое, что у меня на корм денег не хватало, а его надо покупать. Залазил в долги. Конечно, чтобы смотреть за таким большим количеством животных, люди нужны ответственные. И если в будущем получится расширять кроличьи владения, то понадобится много рабочей силы. Хотя сложного здесь ничего нет. Живут кролики весьма неплохо, в просторном ангаре, где большую часть работы выполняет специальное оборудование. Микроклимат – это, грубо говоря, тентованное помещение, утепленное. Снутри, а снаружи затянуто брезентом. И плюс стоят охладители, которые работают с помощью вентилятора. Они работают через террористальную систему управления, которая контролирует влажность выброса аммиака. И, естественно, поток воздуха определенный, чтобы не было у них заболевания. Делают им автокормление. Но я от этого отказался, потому что, когда кормишь кролика, ты к каждой клетке подходишь к кормушке. И ты видишь, кто как себя чувствует. И можешь в любое время отреагировать. Малыши, когда достигают возраста уже 20 дней, они могут спокойно в этой сетке засунуть лапку. Вот здесь вот. Она застрянет, и он ее просто поломает. А так ты видишь ее, и вовремя убрал ее, и все. К этих белых кроликам идут очень сильно глаза. То есть, если они чуть-чуть закрыты или мутные, значит, он уже заболел. Значит, уже надо предпринимать какие-то действия. То есть, добавить в воду какой-то аминокислоты или витамины. Обычный кролик, просто он скрещенный с двух пород. Эту породу придумали во Франции путем скрещивания еще, можно сказать, читал литературу еще в 80-х годах. Это до нас столько сейчас дошло. Было это во Франции путем скрещивания Новозеландца и Калифорнийца. И этим способом они обрели нового кролика, называется он хекол. Он более устойчивый к промышленному производству, к закрытым помещениям. Более устойчивый у него иммунитет. Ну и самок они развили уже до 10 сосков. Если самка могла выкормить, у него 8 сосков, 6-8 крольчат, тут уже можно получить 8-10 крольчат. Некоторые вообще кролики так привыкают к человеку, что они постоянно тянутся. То есть, у меня жена, она приходит к крольчихе, дает постоянно то веточку даст, то морковку даст. Так она открывает клетку, она уже тянется к ней. Я смотрю, вот стомец очень так вальяжно развалился. Видимо, он хочет тоже отдыхать, чтобы никто его не трогал. Да, они любят, когда к ним подходишь с самкой. Вот это они просто обожают. Раз в неделю, это у них, можно сказать, посещение праздника. Это уже есть гибрид, что я им рассказывал. Смешанный калифорний с новозеландцем. А у калифорнийца, чисто породный, черный носик, черные ушки и лапки. А тут меньше выражено. То есть, это уже гибрид. Но они растут лучше и крепче. Мальчик, девочка? А я знаю. Сейчас скажу. Это девочка. На сегодня это девочка. За месяц может родиться и 500, и 600 крольчат. Осеменение происходит в уличном разведении 2-3 раза в год. Внутри это максимум. Зимой ты не случишь холодное, помет замерзнет. Летом может самка погибнуть. Вот и все. Из-за того, что она беременна, в лактации, может не выдержать ее организм. А в промышленном производстве ты можешь доводить до 6 окров в год. А при искусственном осеменении ты контролируешь, можно сказать, всех. И вот у нас тут сидят всего лишь 6 самцов. Вот они. Один тут долгожитель, есть ему уже 5 лет. И он как работал, так и работает. И вот они работают у нас на всех самых. Не устал долгожитель? Нет, он еще активен и бодр. Ему еще очень все прекрасно. С первых же дней рождения за ними начинаешь смотреть. То есть укладываешь их, убираешь самку, чтобы она отдохнула. Потому что первые сутки она вообще не кормит их. У них есть свой запас. И потом ежедневно ты за ними смотришь, как они себя чувствуют, как они растут. Но самое интересное, они с 10 по 20 день. У них шерстка небольшая, гладкая, такая как флоковая. Не линяют. И берешь на руки, орут как синюшки маленькие. Очень интересные. А потом в 20 дней шо уже вырастают, такие лопухи вон. Глаза откроют уже и носятся уже, тебя боятся. А там не понимают еще. Ну так. Ну здесь вот посмотреть, что она родила вон малышей. А для чего нужен этот осмотр? Осмотр нужен для того, чтобы, допустим, она может одного придавить, он может погибнуть. Ну или смотреть животики, чтобы у крыльчат были полные животики. Видите, у них какой он бутусик. Он сейчас наелся, он и спит. Иначе она кормит, молощь у нее хорошая. Потому что обязательно, чтобы до третьего дня, 3 дня подряд у нее идет, грубо говоря, как молозиво. И надо, чтобы они постоянно его употребляли. И сколько тут у нас тренировалось? Тут у нас 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот 9. Вот это 9. До 6 дня они все опушатся у нас. Будут уже пушистые. Ну, это зимой мы очень хорошо следим. А сейчас мы большинство выкидываем тот пух, который она рвет. Это заботливая самка. Мы его убираем, чтобы им не было жарко. Потому что температура маточки не должна достигать до 40 градусов в первые 3 дня. Потом до 14 дней они уже у нас откроют глазки. Уже начнут видеть, любопытствовать. И в 20 дней выходить своего маточного гнезда. Мы уже тогда будем убирать эту перегородку. И с 20-22 дня будут начинать поедать корм. Уже переходить на свой корм, на свою пищу. Ну и дальше подсасывать свою мамку. Смотрите, они очень шустрые. Вот так вот, снизу его лучше. Потому что очень-очень шустрые они. Говорят, очень шустрые кролики. А я держу. Они у нас родились 16 мая. 16 мая, почти как у меня день рождения. Я так мечтала подержать кролика. Да, это 18 дней. Вот 20 дней, видите, они уже где у нас бегают. Да, мы наконец приехали к кроликам. Вот. С кроликами слишком долго нельзя тоже находиться. Им надо давать и покой. Потому что у них есть даже и тихий час. И когда наблюдаешь, заходишь, и мертвая тишина здесь. У них все спят. Вот. А уход, допустим, приблизительно часа 3 им уделяешь. 3-4 часа. В зависимости от того, что ты делаешь. Если чисто уход, то часа 3-4. А если уж занимаешься чисткой и уборкой, то бывает и на целый день с ними возишься. Грант был в 15-м году. Получал я, писал на полтора миллиона. Получил миллион сто. Пришлось кое-какое оборудование занизить мощности. Мы приобрели вот эти вот клетки. Мы 16 клеток приобрели. И приобрели навозоудаление. Но оно сейчас бесполезно без 380 было в течение этих всех лет. И приобрели линию грануляции, чтобы самому изготавливать корм. Мой кролик, допустим, он сидит на полнорационном корме. Некоторые говорят, на химии, на химии. Тут никакой химии нет. Во-первых, идет в корме 13 компонентов зерновых смесей. Которые ему необходимы для питания и роста. Мы этот корм, допустим, разрабатывали, чтобы он подходил этому промышленному производству. К ролику, если он находится без света, без витамина D. Чтобы ему хватало этого корма, чтобы он рос полнорационно. Можно так сказать. То разработали корм, чтобы он был здоровый. А эта сеялка у нас стоит для того, чтобы отсеивать пыль от остатки от корма. Это отсеивать, потому что пыль для кролика очень вредна. Во-первых, кролик ртом дышать не умеет. А дышит только носом. И поэтому ринит ему, можно сказать, обеспечен. А это инфекционное заболевание. А вы думаете, кто все это время издавал такие громкие звуки на разные голоса? Это перепелки. С виду они мелкие и невозмутимые. Однако кричат громче павлинов. Ах, хватит, орвете. Вот это недавно вылупились. Прикольные такие. Отличаются от всех окрасом. Какие-то они, да. Во. Такие пестренькие. Светленькие пестренькие. Да, вот такие. Если в основном... В основном темные? Ну да, но это фараоны. Это фараоны эти. В основном вот такие вот идут. Вот. А это? Так. Иди сюда. А это вот такой вот интересный. Пестрый такой. Сидеть. Сидеть. Послушные, я смотрю. А они же летать не умеют. Далеко не убегут. Да, это родственники куропаток, но летать не умеют. Динамист. Знакомый приезжает, он кролей у меня берет на мясо. И посоветовал, ну как посоветовал, говорит, возьми себе перепелок самцов на мясо. Ну, привез мне, говорит, попробуешь. Привез, я поставил одну клетку. Да, вот тут внизу самцов. Они выросли. Я говорю, привези еще самочек. Он привез самочек. Ну и вон. Началась клетка за клетку. Так они раскладились. Да, потом купил инкубатор им. Потому что запкнутый цикл всегда лучше. Яйцо сами кушаем. Оно же полезное. Сальмонелеза нет. Та цесарок тоже хотим. Тоже яйцо. Очень полезное. В чем бы и нет. Для себя же. Сами же и питаемся. И что мы можем, будем давать людям. Оно тоже как дичь. Можно так сказать. Это знаете, как в этом бриллиантовая рука, когда они в ресторане сидели, взлетала вот эта вот парящая. Это ж дичь. Это ж цесарка была. Все полезное, потому что сейчас, учитывая эту экологию, то лучше есть здоровую пищу. А ее сейчас найти тяжело. Гусиные. Вот он маленький, рождается. Вот он. Вон он, видите? Гусенок. Вот еще один. Уже надкарлупают уже. А здесь у нас цесарки. Мы приобрели яйца цесарок. У них немного. Сколько нашли. Ну, температура 38 стабильна. Да, вот цесарок тоже достаточно крупный. Чуть мельче куриный. Но у них чуть поменьше куриных. Да, они где-то 40-45 грамм. От куриных до 50-55 грамм. Они поменьше, но особь достигает, можно сказать, что как и куриные, даже больше. На ферме нашему герою помогают жена и сын. Переезжать в свое время из города было непривычно. Зато теперь особых сомнений нет. Сын Кирилл даже профессию выбрал соответствующую. Будет теперь не просто по хозяйству помогать, но и как специалист заботится обо всех здешних животных. Поначалу тяжело было, непривычно. Тяжело было адаптироваться с суеты на тишину. Сначала было скучно, тут много работы, тяжело. А сейчас уже как-то полегче. Удобно очень, тихо, спокойно. Нет вот этой суеты постоянной, никуда не торопиться не надо. Не хватает одного единственного интернета, это чтобы с кем-то общаться и все. В городе постоянная суета, голова от этого болит. Мы с папой недавно ездили в Симферополь, у меня голова весь день от этого болела потом. Я папе помогаю, иногда навоз приходится вывозить раз в неделю. А так по-разному. Клетки обшмаливают, пуха, недавно колодец копали, перебои с водой. Ну как вообще работать с кроликами? Тяжело? Не очень. Приятно с ними работать. Сейчас на ветеринарии учусь, на третьем курсе. Я сейчас взял академический отпуск, потому что работы много, папе помогать надо. А работников толком нету. Не хотят почему-то работать. Полное село людей, а не работают. Ну у нас утки вон там вот растут. Сейчас недавно вылупились. Утята маленькие. Также перепелки вот это. Там за домом сад. И вон там вот недавно сделали. Молодой сад. Замечательно. Также рост много. Это кто занимается цветами? Папа. Папа? Да, папа любит розы. Сначала была одна собака. Герда. Потом начали прибиваться другие. Там больные приходят постоянно. Мы их себе забираем, вылечиваем. Ну и наплодились. Вот недавно собаку взяли. Майрай зовут. Он очень необычный по виду. Это девочка. Это что за порода? Акитаину. Это китайская хохлатая. Зовут Чубака. У нас тут лис очень много. Постоянно ходят вокруг дома. Собаки начинают гавкать, они сразу убегают. Но в последнее время их что-то мало появляется. Раньше, если вот сидишь, да, слышно где-то собака кричит. Ой, лиса кричит. А, да, они-то желают. Да. И эти начинают гавкать, и сразу же все, их как пять лет простыл. Лысая собака, есть еще лысый кот. Да, это сфинксы. Сфинксов у нас мама любит очень. У нее просто раньше была аллергия, когда мы в Алуште жили. Аллергия на шерсть. Ну и получается, увидели на рынке лысую кошку. Маме сразу же она так понравилась, говорит, давай возьмем, давай возьмем хоть кого-то. Ну мы взяли. В Алуште у нас там две комнаты. Ну и началось. Доходило так, что аж до восьми кошек было. Восемь сфинксов в одной комнате. Теперь пойдем к шепчущим пернатым. Нет, там вовсе не лебеди, но не менее интересные мускусные утки, которых оказалось довольно много. Их называют шептунами утки. Мускусные утки, у них мясо, во-первых, нежирное. Они не такие прихотливые, они не болеют. Есть заболевания, но это все зависит от ухода. Если будет грязь у них, то и не будет воды, то и любое животное начнет болеть. Пока мы будем пробовать гусей развести и цесарки, что тоже неприхотливые к уходу. Что эти цесарки, допустим, они очень хорошо привыкают к человеку и всегда помогают ему, можно сказать, в огородных условиях. То есть уничтожают лишний сорняк. В этих цараях раньше козы жили, а когда избавились от них, решили использовать их по назначению. Особняк двухэтажный. Тут у них, кажется, свое гнездо, лесенка наверх. То есть утка, если села на свое место, где ей понравилось, понраву, оттуда ее уже никогда не сгонишь. То есть будешь убирать яйц, она все равно там будет сидеть. А одна утка вообще у нас собаку с будки выгнала. Вон она сидит внутри. А одна вот тут вот решила. Да, она сидит тоже. То есть могут садиться где угодно. Здесь уже у нас сидят на сетке, которые высиживают яйца. Потому что естественное высиживание уток всегда круче. А почему гнезда, вы говорите, такой формы? Сами делали, потому что уток в этом году оставил побольше, чтобы всем хватило места. Вот они шипят, обороняют. Некоторые утки даже не хотят сходить с гнезда. Она вот вывела утят, я забираю утят. И она возвращает свое гнездо. Здесь получается, грубо говоря, 3-4 дня разница между всеми утятами. Это считается у нас как средняя группа. А один, там он беленький, он отказался идти в старшую группу. Я вам сейчас покажу чуть попозже старшую группу. Он остался со своей, с этой группой ему по душе, по нраву оказалось. Теперь все в сад. Там мы будем говорить о жизни, о работе и о счастье. Ведь по всему видно, что сад – животное на ферме. Работа здесь с утра и до поздней ночи – это и есть счастье. Пусть бывают сложности, но преодолевать их вместе с семьей всегда легче. Ни забора, ничего не было. Тут было голое поле. Здесь было, допустим, на этом месте куча навоза. Мы вызвали трактор, у нас трактор это все разгорнул. Мы это огородились и решили здесь сделать просто сад. Как-то освоить эту территорию. Как говоря, знаете, смолоду садить деревья, чтобы потом не гнуться к земле старости. Все верно, да. Но мы так и сделали. Здесь в саду у нас празднобой посадили. Посадили черешню, посадили грушу. Жена очень любит сливы у меня. Длинные, долговатые. Чернослив, вероятно. Да, чернослив. Абрикос, черевичня, яблоня. Здесь у нас чисто такой разнобой. Есть другой сад у нас, он молодой, в прошлом году посадили. Там чисто грушевый сад. А здесь посадили малину вдоль стенки. Как раз, когда дожди стекают, идут дождь, стекает и поливает малину. Малина эта у нас уже растет третий год и едим ее до конца октября, надо так сказать. Малина хорошая. Еще отец мой завозил ее с Красноперекопа домой. И это я взял у матери дома несколько саженцев. Вот она разрастается. На огород, ну что, для себя полезно. Огурцы, помидоры, баклажаны, перец. Такое, что закатать, чтобы на зиму кушать. Ну, не больше. Жена занимается этим, да? Ну, да. Что любите из ее приготовлений? Из ее солений мне нравятся помидоры по-чешски. Это как? Это она нарезает ломтиками, туда идет лук. Я не знаю, но вкусно. Классно делает баклажаны, там тоже кусочками нарезает. Компоты хорошо делает. Она лучинская, она мне жила в Алуште. В 99-м году мы познакомились. Да, в 99-м году. И так и стали жить вместе. Мы давно просто хотели какой-то домик. Надоело жить в городе, в квартире. Просто хотели какой-то домик маленький, небольшой такой. Ну, далековато забрались. Не сложно было? 21-й век, транспорт ездить. Ездить всегда. Можно и доехать. Ну, тут тишина. Так можно сказать. Тишина, спокойствие, незагазованность. Природа. Не знаю, как еще обозначить. Допустим, я сейчас езжу в город, я больше суток находиться не могу. Мне больше по нраву вот такое. Эти просторы. Да. Просторы, хозяйство, сад, огород. Никто ни к чему не принуждает. А что делать в городе? Вот что там делать? Ходить из магазина на работу, с работы домой? Все. Больше там нечего делать. Гулять по барам, ресторанам. Да не тот возраст уже. Молодые были, гуляли. А что еще надо для счастья? Деньги? Это не счастье. Это зло. Ну, дайте мне их побольше. Я не знаю. Ну, я, допустим, могу там отдохнуть, ну, сутки отдохнуть. Ну, а дальше я опять за что-то будешь браться, хвататься и сам делать. Это все зависит от человеческого фактора, как он сам по себе, по жизни. К чему, какая у него цель и к чему он стремится. Вот и все. А жизнь на ферме, она тяжелая или счастливая? Она добрая. Она не тяжелая, можно так сказать. Почему в деревне хорошо в том, что человек не загружает себя? Он что хочет, то и делает. Мое счастье состоит в том, что у меня есть жена и ребенок. Я посадил дерево, вырастил сына. Сейчас буду строить дом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»